В своей весовой категории Аслан Каджаков считался одним из фаворитов первенства округа. Оправдывая ожидания, Аслан завершил свою пользу первые четыре схватки и вышел в финал, где ему противостоял соперник из Кабардино-Балкарии. К сожалению, на решающую схватку сил у нашего спортсмена не хватило, и в борьбе за золото он проиграл. Для многих серебро окружных соревнований за счастье, но только не для амбициозного юноши. В финале, в первую очередь, чуть не хватило выносливости, в первую очередь, затем чуть-чуть техники, но мы уже над этим работаем, и первенство России, думаю, все наработаем, доработаем, и начало будет уже другой результат, получше. Остался недоволен своим результатом и Анзор Унароков. Наш тяжеловес, по его словам, перегорел и проиграл первую же схватку. Однако затем собрался и в утешительном финале подряд выиграл три схватки, тем самым получив бронзу. Крайне недовольны своим выступлением. Мы готовили золото, Всевышний нам дал бронзу. Будем готовиться к чемпионату России и исправлять свои ошибки. А вот наши девушки порадовали. Дарина Джанкёза в упорной борьбе сумела завоевать бронзу. Такую же награду в копилку сборной принесла и Джамиля Атносирова. Для нее это вообще первые серьезные соревнования, поэтому попадание в число призеров окружного первенства – это серьезный успех и большой стимул к дальнейшему развитию. Я хочу не останавливаться и показать результат на России, представить свою республику. Для этого нужно тренироваться усердно, утром и вечером ходить. У меня многие полезны, больше всего переживает мама. Сейчас квартет призеров усиленно готовится к предстоящему первенству страны, которое должно пройти в апреле в далеком Владивостоке. А уже по итогам этих соревнований будет сформирована сборная страны для участия в европейском и мировом первенстве. Шансы войти в число лучших, по мнению тренеров, у наших спортсменов есть. Каждый день надо приходить на тренировки два раза, на татами выкладываться. И я вообще считаю, что кто на татами выкладывается – это залог будущих побед. Сейчас дзюдо – один из самых развитых в республике видов спорта. Успехи наших спортсменов уже традиционны, а залы для занятий переполнены детьми. У нас только в Олимпике, где я только вот здесь, мы работаем, около 200 детей. Проходим с утра до вечерних тренировок, 4 возраста. И по республике очень сильно развивается. На сегодняшний день больше тысячи детей, занимающихся дзюдо. Вот ребята, которые проставляют нашу республику, они стимулируют наших детей по достойшему покорению. Дальнейшие перспективы у дзюдо в Карачаево-Черкесии – радужные. Помимо большого количества занимающихся, в регионе сформирован неплохой кадровый тренерский состав. Плюс ежегодное открытие новых дворцов спорта и спортивных залов позволит в короткие сроки вырастить новых звезд дзюдо. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24.